Сегодня Николай Меркушкин официально вступил в должность губернатора Самарской области. Церемония состоялась в театре оперы балета. Всенародный избранный глава региона принес клятву, ему вручили символ государственной власти, знак губернатора. А после от слов к действиям, то есть за работу. Олег Зверев узнал больше о планах на ближайшие пять лет. Это была, пожалуй, одна из самых теплых и трогательных церемоний вступления в должность главы региона. Гости, представители самых разных отраслей хозяйства и разных регионов стали собираться в зале еще за час до начала. И вот момент, которого все ждали. Избранного губернатора зал встречает стоя, вносит государственные символы России и Самарской области. Торжественное собрание открывает, как и положено по уставу, руководитель законодательного органа власти, председатель губернской думы Виктор Сазонов еще раз о результатах избирательной кампании, которая стала триумфальной для региона и подтвердила наше право на победу. Первые за 14 лет всенародные выборы главы региона стали историческим событием в жизни губернии и дали лучший результат стране более 91% голосов. Абсолютная поддержка жителей показала всей России, что Самарская область – активный и сплоченный регион, который может решать самые сложные и ответственные задачи. Полученный результат – это яркий показатель поддержки курса президента страны Владимира Владимировича Путина, поддержки тех изменений в регионе, которые начал Николай Иванович Меркушкин. Удостоверение губернатора вручает председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев. Затем в зал вносят Конституцию России и устав Самарской области. И вот главные слова, момент истины. Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, соблюдать устав Самарской области и законы Самарской области. И самый торжественный момент. Знак губернатора, символ высшего доверия жителей Самарской области. Николай Меркушкин получает его уже во второй раз и теперь уже опираясь на всенародную поддержку. Миллион триста шестьдесят две тысячи человек. Столько за него проголосовали впервые и первый подарок. Условный глобус Самарской области с намеком на глобальные задачи, которые предстоит решить в годы первой пятилетки. И тут же букет для супруги, человека, который всегда рядом и чья поддержка самая весомая в жизни. Таиса Степановна, спасибо вам за все то, что вы поддерживаете нашего губернатора. Звучат поздравления от руководства федерального округа. Приветственный адрес с подписью Михаила Бабича читает заместитель полпреда Алексей Сухов. Выборы в Самарской области сыграли стратегическую роль, показав не просто сплоченность общества, но и силу нашего государства. Достигнутый результат, вне всякого сомнения, наглядно свидетельствует о сплоченности населения Самарской области вокруг президента Российской Федерации, главы нашего государства. Потому что в столь непростой военно-политической обстановке достигнутый результат указывает на то, что оказанное доверие выбранному губернатору, конечно же, высочайший показатель доверия главе нашего государства. Уважаемый Николай Иванович, примите самые теплые и искренние пожелания здоровья, благополучия и процветания вашему региону. Слова поддержки от духовенства. В зале представители всех традиционных конфессий, благословений и помощь на предстоящие труды иконы Самарского священномученика Константина. Голос неба, он будет услышан, если человек сам откроет двери своего сердца для него. Бог вам в помощи. С поздравлениями с прежнего места работы от всех жителей Мордовии заслуженный тренер России Виктор Чогин и олимпийская чемпионка Ольга Канискина. В республике долгое время многие не могли смириться с тем, что Николай Меркушкин в другом регионе. Теперь привыкли. Я хочу обратиться к народу Самарской области. Мы отдали вам лучшего человека республики. И с таким губернатором, как Николай Иванович, вы обречены на успех и победу. От имени научного сообщества председатель Совета ректоров Геннадий Котельников. Я когда прочитал Чехова, я не поверил, Чехов много лет назад сказал тоже про науку, что наука самое главное, самое важное и самое необходимое в жизни человека. Такие вот простые слова. И Николай Иванович это понял. И вот союз творчества, союз производства. И совсем недавно, во время выборов, что Николай Иванович создал научно-технический совет при губернаторе, в который вошли крупнейшие ученые страны. От имени промышленников, вице-президент Союза работодателей Анвар Бульхин, дружеников села, представлял глава Хворостянского района Виктор Махов. И заслуженные слова благодарности от руководства Сакского района Республики Крым, которому после исторического воссоединения Самарская область оказывает шефскую помощь. У меня есть поручение от главы, исполняющего обязанности, главы Республики Сергея Аксенова, председателя Государственного совета Республики Владимира Константинова, поздравить вас с убедительной победой на выборах. Это не просто победа, это триумф доверия. Не каждому дано, не каждому дано, но вы этот триумф, как говорится, из рук жителей Самарской области получили. А праздничные подарки с большим и весомым смыслом. Прежде всего, чтобы всем амбициозным планам, которые есть сегодня, было суждено воплотиться в жизнь. Я отлично сознаю ту ответственность, которая возлагается на меня, теперь уже после всенародных выборов, и отлично сознаю ответственность за тот результат, за ту поддержку, которую оказал народ. И президент, когда мы встречались с Владимиром Путином, вновь избранные губернаторы, он сказал, что не надо наперчевать на лаврах всем, кто был. И с учетом того, что я уже не первый раз избираюсь, я понимаю всю меру ответственности после того, как ты получаешь такую поддержку. Поступать некуда. За нами Москва. Мы, если уж не в прямом смысле слова, в таком положении находимся, но очень близки к этому. Потому что или мы в экономике вырвемся и сможем, и обеспечить импортозамещение, и по ряду направлений доминировать в мире, лидировать в мире. Конечно, все будет зависеть от нас самих, как мы будем работать. Я хочу, вот, когда клятву принимал, еще раз хочу сказать, я буду делать все для того, чтобы оправдать доверие людей. Я лично вместе с вами буду делать все для того, чтобы реализовать те задачи, которые поставлены были в том числе на тех многотысячных встречах во время предвыборной кампании. Спасибо вам и успехов Самарской области. С этого момента начинается новый исторический этап в становлении Самарской области. В ближайшие годы нам предстоит восстановить производство и создать новые, построить метро, обновить историческую часть Самары и провести чемпионат мира по футболу 2018 года. Политическая воля для этого есть, поддержка народа тоже. И самое главное, у людей появилась вера в будущее и решимость снова сделать Самарскую область опорным краем России. Олег Зверев, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии.